Сегодня у меня день перископа. Точнее, не перископа даже, а день квадрокоптера. Начиная я издалека, пришел, называется магазин iStudio. Делаю, вот, ребята, не поверите, бесплатную рекламу, потому что люди хорошие. Митяй уже здесь был. Выбирал подарки, да, я тут помню. Да. Вы специализируетесь на фантомах, на айфонах. На продуктах Xiaomi, продуктах DJI, квадрокоптеры Google, правда. Ясно. Ну, короче, ссылка на вас в описании. Приобрел вот такой замечательный чехольчик. А в нем приобретенный, но не использованный Mavic Pro. Так что, ребята, приходите. Вы в Комсомоле находитесь, да? Первый этаж. Первый этаж, и вот выход, точнее, вход, и сюда заходите. Все. Ну, а мы идем дальше. Ну что, ребята, жду, тогда дэ-дэ-дэ-дэн, дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэн выйдет. Дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ. Слушай, у меня такая же. Слушай, по-моему, да. Не, не, у меня написано там Mavic. Ну, это у тебя китайская. А это у тебя китайская? У меня американская. А в Америку как попадает она? Это у тебя матери касается. Хочешь я тебя вынесу? Вынеси, пожалуйста. Мячик скинь, мам. А Наташа, ты дома? Потом пойдем ко мне, да? Ну, правильно. Водочки возьмем. Да, ну ты посидишь, выпьешь, а я не пью. А ты расскажешь, почему не пьешь. Я расскажу тебе, почему не пью, почему я больше никому не разрешаю сиськи показывать. В том числе и тебе, Михалыч, да? Ну что, ребята, мы с Даном решили уехать из города. Из города, это, конечно, громко сказано, решили уехать до острова. Остров забыл название, раньше все острова, которые в черте города находились, все помнил, а сейчас знаем, что только есть. Остров Татышев. Ты какие острова знаешь в городе? Невезение. Я не знаю вообще никаких. Вот, едем мы туда. Почему? Потому что мы хотим сейчас там устроить гонку на квадрокоптерах, как это показано в презентационном ролике про Майя. Слушай, они специально так показывают, что у них же нет по всему периметру парктроников. То есть только впереди, а ни сбоку, ни сзади же нет. Снизу есть. Ну, снизу-то ладно, они же в этой пещере летят. И, ребята, я думаю, для чего Mavic вот создан? Вообще, как ты думаешь? Ну, чтобы бабки зарабатывать. Видимо, да. На ютубе. Я считаю, ребята, что Mavic самое лучшее изобретение компании DJI, по причине того, что его можно спрятать в рюкзак и транспортировать в любое место с собой. Если раньше, допустим, я где-то по Москве ездил с фантомом, да, с рюкзаком, да и ты, наверное, раньше тоже с рюкзаком. Да, ты сейчас продолжаешь ездить с фантомом с рюкзаком, да, то сейчас я вот приехал, положил в рюкзак, да, вещи туда, не боишься, что там что-то куда-то прижмется. Я считаю, что это, как говорит Роман Манский, нужно поставить пять в зачетку. У нас в Латвии, кстати, такой не прокатится, у нас десятибалльная система, пять это не очень двигается. Да. Ну ладно, короче, едем. Сегодня Дэна еще пора спрашивать, как изменилась его жизнь после Таиланда. После Таиланда. Ой, блин, вот вспомнил. Ладно, потом вспомнишь. У нас в Турцию не хочется. Не, я не помню. Видите, коптеру почти год ни одной пленочки еще не смотрится. Ага, да? Это я все лелею надеждой когда-нибудь сделать обзор. Ты еще скажи, я лелею надеждой, что когда-нибудь я его продам, скажу, да я его ни разу не запускал. Ты до сих пор хранишь вот эту штучку, да, которая держит? Я видел Кейси его и выбросил нахер. А почему, кстати? Мне кажется, это хуже не будет, если будет какая-то защита, стабилизация в момент перевозки. В общем, из чего он состоит? Ты уже, наверное, сделал обзор, да? Да. Такая штука весит, блин, не знаю, меньше, полкилограмма, наверное, меньше. И батарейка... У тебя сколько батареек? У меня три получается. А, сейчас с собой две. Ты три купил, да? Ну, Витя купил, уже в комплекте было. Что мне еще нравится здесь, смотри. Не нужно думать о вентиляторах, ой, профиллерах. Их можно в любом положении запустить, они сами расправятся как надо вообще. Ага. В отличие от того белого. Сейчас его покажу. Это третий. Так, вот это третий Pro, да. У него уже сломалась нога, потому что... Кстати, да. Потому что кто-то ветку залетел. Не-не-не, это не из-за этого. Постоянные перевозки в рюкзаках, вот чревато, да? Если бы я возил, как ты, в сумке, такого бы не было, сто процентов. Но, блин, у меня, во-первых, в сумке не было. Во-вторых, я бы, даже если была, все равно бы возил в рюкзаке. По поводу перевозки. Действительно, вот эти все ножки, даже если ты аккуратно запускаешь, даже если ты, там, не то что аккуратно, но супер аккуратно запускаешь, они все равно ломаются, трескаются под давлением. Даже у меня в рюкзаке, вот, который специально я купил для перевозки, они у меня уже пошли, как говорится, попиздел. А пока все, что я за жизнь накопил. Все, что нажито непосильным трудом на канале Redison. Еще где-то там, далеко, далеко есть мой утопыш, который, наверное, уже в дуде. Но это твой уже. Тут, да, я в Латвии за 1000 евро покупал. В общем, это, ребята, кому надо, эту штучку можно заказать отдельно. Будете летать долго и счастливо. Очень хороший коптер, только камеру внимательно. Ты продаешь, да? Да, я его приду, я, правда, не знаю еще по цене. Я думаю, там максимум 20 тысяч все вместе. И в комплекте три батарейки. Одна батарейка, по-моему, тысяч пять только стоит. Но, я еще раз говорю, у него чуть-чуть замыленная камера. Как мне сказали, здесь вот сзади вот эти гвоздики какие-то нужно подкручить, и все будет хорошо. Да, было там падение, наверное, в ветках, помнишь тогда? Но это никак не повлияло. Все работает, все функционирует. А вот эта камера уже... Ну, подвесы нормально держит, да? Все отлично, да. Да, сам подвес, извини, там, по-моему, отдельно по 300 евро, по-моему, стоит. Но подвес стоит 23, что ли. Новый, да? Да. Ну, то есть, по запчастям, если разобрать, то он гораздо дороже стоит. Да, плюс вот этот, ну, пульт, понятно, логично, что он будет в комплекте. Такой. Тоже все отлично, все работает. Ага. Этот теряет заряд, буквально, не знаю, за полтора часа, наверное. А этот у меня, он несколько дней, может, несколько полетов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, сегодня я хочу порекомендовать компанию Криптосервис, которая занимается инвестициями в криптовалюту. Вам ничего не нужно будет делать, вы просто передаете свои деньги специально обученным трейдерам, которые за вас уже торгуют на специальных криптобиржах. Есть несколько депозитных предложений. Биткоин 105% в месяц, эфириум 120, даш 135 и литикоин. Вот смотрите, 20 тысяч, если мы вкладываем, то прибыль у нас через месяц составит 7 тысяч рублей. Что я собираюсь сделать? У меня на счету 20 тысяч рублей, и я хочу эти деньги инвестировать. 20 тысяч рублей, через месяц прибыль составит 7 тысяч рублей. Инвестировать. Ребята, если у вас возникнут вопросы или во время работы возникнут сложности, то всегда можно связаться по телефону горячей линии или заказать обратный звонок, а также обратиться к одному из специалистов. Инвестируйте вместе со мной. Ссылка на криптосервис в описании. Заходите, ребята. Все, поехали. Мой тебе совет. Хотя ты, наверное, в курсе. Делал вот такие долгие-долгие подъемы, с ними можно потом прямо тоже обаловаться. Скоростью. А, ну я это-то... Чтобы без поворотов особенных, ну резко ходить, налево-направо. Если вы взял в одну позицию, так ее держи. Главное без резко, да, вот это очень мешает прямо тоже. Сейчас джойстики своди вместе. А что будет, кстати, я никогда так не буду? Да, ты он ебнется, конечно. Да не, он не должен. Он же должен рассчитывать, что высота. Давай, не своди ни в коем случае, это я пошутил. Не, сейчас попробую. Как ты так плавно? А, ну ты потихонечку, потихонечку даю. Вот смотри, вот это вот так вот. Это не работает, как многие вот это кто только начинает. Это потом, ну толку нет, потому что не видно ничего. Вот так вот. Я вот колесо вот так вот чуть-чуть подкрутил. Движение пошло и дальше не крути, вот держи его на место. И все, вот так вот. А, вон оно что. Да я еще думаю, как они так плавно делают? Ну. Ты не своди вместе сейчас. Отключися и полетит. Да не отключится, но я не думаю, что он такой тупой. Давай сейчас вот этот тест сделаем в прямом эфире. Он не может быть такого. Он должен рассчитывать, что он летит. Я могу нечаянно нажать. Ну так, а люди так сводят и... Да? Да, и они рушатся. Ну что, ребята, налетались, наснимались. И сейчас едем... Чего монтировать? Ты что там, подсветку этих зубов делаешь? Как этот в детском лагере, который пугает этих. Вот, едем сейчас к Дену. Нужно чего-то горячительного выпить. Мне. А Ден расскажет, почему он не пьет. Так что смотрите и не переключайтесь. Сейчас я включил камеру и думаю, а может быть она снимает вверх ногами, знаешь, там такой прикол, перевернутая. А, ну-ну. Ну, я думаю, что можно будет перевернуть, если что. У тебя же есть монтажер. Ребята, в Красноярске я выпиваю практически каждый день. Но это не алкоголизм, это такая работа. Чтобы с людьми разговориться. Ну, как-то, я не знаю, там... Не принуждался разговор. Да, непринужденная беседа полилась. Сегодня, как так случилось, что выпивать буду только я один. Объясни, пожалуйста, Ден, что произошло? В общем, ввиду всех событий, что случилось у нас в Таиланде, я думаю, все знают, все видели, как я ломился к тебе, Наташа, в номер. Наташа, открой по-хорошему. Да ты что делаешь-то? Ты снимай контент, блядь, какая тебе разница, что я делаешь? Я потом посмотрел, так думаю, блин, что-то не того, надо что-то поменять. Я решил исключить одну важную вещь, составляющую, которую делает мою жизнь такой, алкоголь. И это, так скажем, челлендж и это эксперимент. Что будет, если из моей жизни исчезнет алкоголь? Сколько уже прошло недель? Стыдно сказать. Две недели. Ну, тебе еще до этого две недели, как минимум. Я три недели не пью. Я в какой-то промежуток времени тоже не пил. Я просто к тому, что когда я находился в Москве, и даже у меня проходили безалкогольные стримы, и как-то я вот так, я три недели не пью. Сейчас в кадре появятся новые герои. Новые герои, да. Ребята, появилась Наташа, которая... А восходящая звезда. Восходящая звезда Ютуба, которая стала известна благодаря освещению на разных каналах. Она, кстати, тоже поэтому не пьет больше. У нас договоренность. Все делаем вместе. Мы одно целое. И мы неделим их. А, я еще скажу, почему я. Меня очень сильно подбил меня. Подкосил. Подкосил меня. Это 8 марта в этом году. Денис закончил только 12. Что было? И он с таким красным лицом потом ходил. Таким, да. У меня трясло. У меня трясло. У меня бросало в жар. Я спать не мог. У меня подушка мокрая. В холод. В жар. Каждое утро я просыпался, мне ее выжимать можно было. Слушайте, ребята, давайте тогда вот так. Коли Таиланд затронули. С каким осадком, впечатлением, я не знаю, с мыслями, с какими приехали из этого замечательного, хотел сказать, города, из этого замечательного королевства. Я, в принципе, уже об этом всем, наверное, рассказал, но на большую публику, там, на твою, или какую-то не рассказывал. Мне очень сильно подкосил Таиланд в плане того, что, ну, все видели, что случилось, и буквально, ну, это серьезная тема, буквально чуть-чуть оставалось для того, чтобы, ну, я лишился своей семьи. Даже так, на полном серьезе. Переосмыслив. Да, мы тут приехали с Наташей, все обговорили, короче, долгие взговоры были, решили, что, наверное, нам это не нужно, и вот все эти поездки мы заканчиваем с Наташей. Ну, я имею в виду на видео. Конечно, мы для себя будем снимать, у нас он канал появился, новый. Там мы туда будем выкладывать нашу жизнь, это все будет. А вот именно на вот такие, более публичные, и, так скажем, независимые от нас каналы, мы, к сожалению, больше не будем реабиляться. Ну, это, к сожалению, для тех, кто участвует, к сожалению, для зрителей, для тех, кто ждет какой-то изюминки, или там какого-то скандала, либо чего-то еще. А для семьи, я считаю, это к счастью. Потому что, ну, я считаю, что некоторые граждане на видео, и без видео, очень некрасиво повели себя. Не будем, как говорится, тыкать пальцы. Да. Шерсть. Поэтому я, нет, я серьезно, я уже как бы это все пересматриваешь, переосмысливаешь и понимаешь, что ради хайпа, когда все происходило, и я лично специально отплывал куда-то, да, чтобы вдаль, чтобы это, ну, все выпили, все, все понятно. А кто-то специально продолжал снимать и провоцировать. Ну, я считаю, что это некрасиво. Ну, каждый совет. Мы здесь выбрали так, и все, мы будем следовать этого курса. Конечно, я не буду зарекаться, конечно, если будет там какая-то, ну, обычная возможность куда-то там съездить, просто поснимать без проблем. А именно тогда будет это связано с какими-то вот такими пьянками, вот ненужными, да, после которых я там умираю и так далее. Больше такого не будет. Хватит, наелись, наелся. Наелись, да. Дорогой юбиляр, дорогой, Роман. Владимир Владимирович. Короче, я с Дэном поговорю. Рома, короче, нет, ничего не было. Что, не юбиляр, да? Да, юбиляр уже. Сколько звонков пропущенных. Он же тебе звонит. Да ладно? Так он же забанил на меня в телефоне. Ну вот, а он тебе звонит. А он мне звонит. 50 звонков уже, говорю, юбиляр. Да ладно? Ладно, короче, ребята, да все мы, знаешь, как говорится, сегодня, сегодня, ну, лично я про себя могу сказать, что сегодня говном поливает, завтра лезет обниматься. Знаешь, порода такая. Но зато хоть есть что смотреть. О, мы сейчас с тобой молоком чокнутся. Мы же чокнуты. Как это, Митя сказал? Ебанутая семейка. Вова, извинись перед ними, она же ебанутая семейка. Пирож жизни молоко с бокала пьем, блин. Идиотикус. Случайную встречу в этом не случайном мире. Да. Ху. Смотри, как глаза закатывает, когда пьет. Как будто, я не знаю, какой-то яд. Смотри. Это у него первое так всегда идет. Ой, электричество пошло. По проводам. Ну, как? Холодец. Сами делали? Да. Сейчас попробуем. Няма-ням. Няма-ням. Как Жанников. Ммм. Угу. Сейчас еще пицца подъедет. Как говорит Роман Манский, и что самое интересное, нужно мне, нужно мне еще выпить. Эх, сейчас бы пиццы, да с потрошками. Это с чем? Так, с салом. Она же бекон. Бекончик. Бекончик, белье, суртан. О, ля-ля. Короче, ребята, что-то пижма подействовала. Я всего лишь третью стопку выпил. А что, так разморило? Я вчерашний вечер не спал. Сегодняшнюю ночь не спал. Сегодня специально приехал до Дэна, чтобы оттянуть максимально момент не спания, чтобы вырубиться, как белые красноярские люди. Потому что, ну, потому что завтра, завтра, послезавтра уезжать, а режим должен быть красноярским. Ну, а что поделаешь? Ну, не по Москве же жить. В Красноярск приехал, по Красноярске живи. Дэн, спасибо тебе за приют. За вот это угощение. Ты видишь, ты не стал есть, а я вот все съел. Ешь все. Было одинаковое угощение, на столе одинаковое, даже не больше положили. От меня вот что осталось. А Дэн не ест, худеет. Он худеет. Еще в спортзал записался. Я, по-моему, не то, что худею, а хотя бы стою на месте. Вот это уже радует. Насмотрелся? Вернее, не насмотрелся, намонтировался ролик. Монтировался про минус сенс. Короче, ребята, все, я поехал. Не могу больше. Понимаешь, что даже, если я сейчас буду поддерживать какие-то беседы, я просто буду говорить... Я просто буду кивать головой. Все, Дэн, спасибо. Жму тебе твою руку и говорю тебе. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка в описании. Ссылку под мой канал оставлю. Ну, если можно, оставь. Я буду... Говорится, под франк-казино, под еще другими этими людьми, но ссылка на канале. Я не знаю, я говорил, я изменил название канала, перископа больше не существует. Он называется теперь Дэн Лайф. Это для тех, кто в танке. По-тупее. Верпанк. Все, ребята, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok